Этого двухлетнего малыша Арангутанга недавно нашли в чемодане одного из русских туристов, когда тот пытался пройти таможенный контроль в аэропорту Индонезии. Мужчина явно понимал, что нарушает закон, тем не менее, это его не остановило. Но бывают случаи, когда мы нарушаем неосознанно. Например, пытаемся пронести на борт самолета запрещенные предметы. Это жидкости более 100 мл, это колюще-режущие предметы, взрывчатые вещества и легко воспламеняющиеся вещества. Нормы провоза ручной клади регламентирует индивидуально авиакомпания. То есть при покупке либо бронировании авиабилета нужно обязательно ознакомиться с правилами, которые предоставляет авиакомпания. Важный нюанс. Все жидкости необходимо упаковать в прозрачный закрывающийся пакет размером 20 на 20 см. И помнить, что на одного пассажира один пакет. И не пытайтесь взять в ручную кладь пол-литровую бутылку с соком на дне. Емкость должна быть в пределах 100 мл. Ограничения по объему жидкости, которые вы можете взять с собой на борт, не действуют на покупки с дьюти-фри. Но пронести их можно только в том случае, когда целостность фирменного пакета не нарушена. Об этом в подробностях в соцсетях рассказывают опытные путешественники. Его упакуют в такого вида пакетик. Обязательно. Там должен быть чек с датой. Вот. Ну и, собственно, там ваша фамилия, очевидно, будет либо последние цифры карты, из которой вы платите. С этим пакетом вы можете, в общем-то, в течение 24 часов делать пересадки любые. Даже выходить, в принципе, с ним в город и возвращаться в аэропорт. Еще одно исключение – это детское питание. На него строгого ограничения по объему нет. Главное помнить, что его можно провозить с собой только в том случае, если вы летите вместе с малышом. Федеральными авиационными правилами разрешено провозить детское питание в количестве, которое необходимо для питания вашему ребенку на борту самолета. Вы должны учесть, что кроме полета и кроме времени в полете, вы должны рассчитать время, которое вы находитесь в аэропорту. Это предполетный досмотр, это ожидание рейсов самого. И если вы путешествуете за границу, это дополнительное время на прохождение таможенного контроля и пограничного контроля. С теми вещами, которые вы сдаете в багаж, все проще. Там разрешается провозить любые предметы, кроме тех, что классифицируются в международной практике как опасные. Их список приводится в авиабилете. Важно также помнить, что единого мирового стандарта для всех авиакомпаний не существует. Ориентироваться нужно на страну, в которую летит пассажир. К примеру, при перелете в Дубай запрещено брать на борт предметы и книги религиозной направленности, кроме ислама.